Мира и добра вам, мои дорогие! Сегодня я хочу показать одну из своих королев. Это орхидея Фортун Тейлер. По-моему переводится как Провидица. Это не орхидея, это просто великолепный каскад, который у меня не помещается в кадре. Ну, может быть вот так, я уже практически на метр от горшка и на полметра от этого каскада. И то он не весь помещается. Обязательно поставлю в этом видео сбоку, сниму цветы ближе, для того, чтобы показать вам всю невероятную красоту этой орхидеи. Она просто неописуемая. Я когда ее увидела, это был март 21 года, у меня был культурный шок. Она меня настолько потрясла. Это как раз та орхидея, о которой можно сказать, что каждый цветок неотразим. Каждый цветок неповторим. А когда этих цветов много, это просто водопад наслаждения. Вот в этой орхидее безупречно все. Единственный минус, у нее просто огромная розетка. И она уже растет в большом горшке. По-моему, посадку и первую посадку этой орхидеи я делала у себя на канале. И вторую посадку этой орхидеи я тоже поищу. По-моему, мы ее делали вместе, когда я ее первый раз сажала в закрытую систему. Обязательно вам оставлю ссылку на это видео. Она очень быстро разрослась. И вот буквально в 21 я ее сажала. В 23 осенью я уже ее переводила на больший размер, потому что там она уже просто опрокидывалась. Буду показывать ее поближе. Но единственный момент, конечно, теперь вы не увидите всего объема цветения. Замеряем размер цветочка. Вот 10 сантиметров ровно. Это невероятная, крупная, просто неотразимая орхидея. Цветочек каждый это произведение искусства. У нее цветонос с боковой веточкой. Не знаю, сколько здесь цветов. 13 цветочков я посчитала. Боковая веточка. И вот такой невероятнейший водопад фиолетового, бархатного, глубокого, благородного оттенка. Камера делает цветок более розовым, но на самом деле он фиолетовый. Это всевозможные фиолетовые оттенки. Она просто невероятная, шедевральная красотка. Вот я ее обожаю. Она у меня стоит на фотографиях, по-моему, на канале тоже, там где аватарка, у меня именно эта орхидея. Она просто сказочная. Здесь я не знаю, какие можно еще эпитеты подобрать. Я в эпитетах не очень сильна, мне больше так вот по конструктиву, по конкретике. Но от этой орхидеи я просто млею. Покажу, как она растет. Вот горшочек, в котором она растет. И вот розетка. Так как она у меня тоже в достаточно стесненных обстоятельствах, то даже вот эти крупные листья, они с хорошим тургором, хотя можно подумать, что они вялые. Нет, это она так вот просто от тяжести, они потихонечку свисают. Но они не... Тургор здесь у орхидеи отличный. Просто они большие, и плюс еще рядом стоят орхидеи, я их немножечко так подпираю, подминаю. Конечно, такую красоту мне бы хотелось держать в кадре. Мне бы хотелось, чтобы вы ею любовались каждый раз, но это просто невозможно. У нее длина цвет носа, наверное, около метра. Цветонос достаточно толстенький. И вот он у меня крепится вот в этом месте. И вот такой вот ленточкой я ей делаю это плечо. Сам держатель цветоноса, он под таким напряжением и давлением. Здесь у меня кусочек пенопласта для того, чтобы развести в стороны две веточки, потому что они изначально росли буквально параллельно. Ну и я понимала, что так или иначе со временем у меня будет накладываться цветение, и вместо объемного цветения на две веточки будет какое-то одно такое шероховатое. Именно поэтому между веточек поставила пенопласт и таким образом немножко развела их, чтобы цветение было более интересным. Хотя, в принципе, оно все равно наложилось, но тем не менее. Все равно красиво. Если замерить лист у нее, 24-25 сантиметров. Очень большой. Поэтому, конечно, такая красота может жить только отдельно на подоконнике, там, где у нее много места. Кстати, по поводу подоконника. Никаких подсветок у этой орхидеи нет и не было весь сезон. Только естественное освещение. Я вам обещала обязательно делать указочку, когда орхидеи у меня под подсветками и когда они у меня, скажем так, только на естественном освещении. То есть зима, не зима. Стоит она у меня только исключительно на окне. Но это южное окно, притяненное. Притяненное круглый год. Потому что даже зимой, даже в январе у нас на юге могут быть на орхидеях ожоги. Это уже пройденный этап. Как-нибудь вам покажу результат этих нескольких ожогов, которые у меня были в истории. Так, что еще рассказать, так, чтобы не завалить все остальные орхидеи, которые у меня здесь есть. То есть вы видите, вот я вам сейчас покажу этот цветонос. Вот с тыльной стороны. Но это удочка около метра. Толстенький. Смотрите, какой толще даже, чем держатель цветоноса. Так, что в горшке? Горшок закрытая система. Сложно показать, что с корнями. Но я вам могу показать, что в чем растет орхидея. Так как это объем, еще раз попробую показать. Это 3 литра, по-моему. И растет она у меня вот в такой коре. Это крупная кора. Никаких здесь нет добавок кокосовых чипсов, либо каких-то других увлажнителей, субстрата. Потому что объем большой. И если эта орхидея не сможет просушить его... Так, что-то еще здесь по корешкам есть. Я не могу ее рядом поставить, потому что она мне просто все здесь заломает. Ну, с корнями все хорошо. Если мы видим и наблюдаем вот такое цветение, это однозначно орхидея не реанимашка. И никаких проблем у нее с ростом и с развитием нет. Она очень интенсивно развивалась. И при этом все-таки дала вот такое пышное цветение. Но это, скорее всего, все-таки исключение. Обычно после пересадок орхидеи тратят основные ресурсы на освоение горшочка. Если у вас вдруг вышло, что после пересадки орхидея очень скудненько процвела, это нормально. У нее происходит период адаптации, освоение горшка. Поэтому сделайте для нее благоприятные условия развития и роста. И она вас обязательно в следующий раз, когда освоится, когда адаптируется, обязательно вам отблагодарит пышным и радующим глаз цветением. По поводу этой орхидеи я вам все сказала. Все то, что хотела. Я вам ее показала. Так как такой бриллиант, такое сокровище, конечно, прятать нельзя. Этой красотой нужно делиться. Поэтому на сегодня все. До встречи в следующих видео. Берегите себя. Пусть все ваши мечты сбываются. На сегодня до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова